Четыре года со дня пожара и фактически ни одного виновного. Таков результат судебных разбирательств по трагедии в детском лагере Виктория. Лишь одна воспитательница Наталья Цокур получила условный срок. На рассмотрении суда находится производство в отношении руководителя лагеря Петроса Саркисяна и его заместителя Татьяны Ланиной. Их обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности и хищении денег. Нет приговора и бывшему заместителю городского головы Зинаиде Цверенько, которую обвиняют в служебной халатности. По делу этой трагедии проходят и двое спасателей, которые выявили ряд нарушений пожарной безопасности, однако, как утверждает следствие, не остановили работу лагеря. До сих пор нет ответа, что спровоцировало возгорание, и это несмотря на целый ряд проведенных экспертиз. Сейчас заказана очередная. Ее поручено провести специалистом Харьковского института судебных экспертиз. До получения ее результатов судебное разбирательство приостановлено. Родители девушек откровенно говорят, что уже не верят в справедливость и наказание виновников трагедии. Общественность возмущает, что среди подсудимых нет ни одного городского чиновника, кроме вышеупомянутой Зинаиды Цверенько. Ни строительный вице-мэр, ни начальник управления капитального строительства, ни директор департамента образования и науки. Более того, двое последних, Борис Панов и Елена Буйневич, продолжают занимать свои должности до сих пор. Вопросов больше, чем ответов. Лишь напомню, что менее чем за три года масштабные пожары в детском лагере «Виктория», психиатрической больнице, гостинице «Токио Стар» и экономическом колледже унесли жизни 34 человек.